Вот он он, феерический, готический музей естествознания. Именно это вотчина BBC, которая помогает им снимать вот эти потрясающие фильмы про природу, про животных. Именно здесь работает очень небольшая научная группа сотрудников. Именно здесь Дэвид Оттенборо причастен к всевозможным выпускам. То есть сейчас посмотрим, что это такое. Ну это будет действительно колосс. Один из самых топовых, четвертый по посещению музей Англии. И хоть десяток самых посещаемых в мире. Потрясающе. Есть современный корпус, но особенно красив и потрясающий вот этот вот старинный. Мы вошли и тут, посмотрите, как будто мы где-то в гостях в Хогвартсе в каком-то. Диплодок. 26-метровая копия. Ну не копия, а скелет. Это самое длинное животное, когда-либо обитающее на суше. Не беру синяки, а вот беру именно диплодок. Ну посмотрите, а. Посмотрите. Обалдеть. А вот мы в секции настоящих гигантов. Вот здесь есть и жираф, и какие-то вымершие чудовищи. И синий кит, абсолютный монстр. А там вон вдали все, там уже дельфины, киты. И сейчас попробуем туда прорваться. Народ действительно много. Все очень интересные. Вот такие музеи, они в детях развивают вот эту вот любовь к природе. Я в свое время без этих музеев, лишь на одной станции ЮНАТОВ был воспитан и на «В мире животных». Ну а это вообще, это просто детское счастье наполняет. И опять уже вынужден я констатировать, что, ну, ни один из топовых музеев не обходится без всевозможных интерактивных. Значит, приспособлений, тут каких-то тестирований. Вот, очень все интересно. Вот, посмотрите, как все сделано. Все для детей, все для их, в общем-то, обучения и познавания.